То, что клещи прыгают с деревьев – миф. Как правило, они обитают в траве. Им нравится теплая и влажная среда. Эти маленькие вампирчики являются возбудителями серьезных заболеваний, таких как энцефалит и барелиоз. Они протекают очень тяжело и могут привести к инвалидности. Поэтому лишняя бдительность сегодня лишней точно не будет. Для того, чтобы клещ не напал, не присосался, необходимо соблюдать простые правила при посещении лесов, дачных участков, при сборе ягод. Сезон сейчас начался очень актуально. Необходимо одевать одежду, максимально закрывающую тело, обязательно использовать репелленты, внимательно при выходе из леса осматривать себя. И сейчас, в начале купального сезона, при отдыхе на берегах водоемов, рек, необходимо выбирать такие места, чтобы трава либо была покошена, либо это был песок. И при поиске тенька не заходить в высокую густую траву. За первое полугодие в Бресте и районе от нападения клещей уже пострадало 643 человека, в том числе 375 детей. Энтомологи предупреждают после укуса желательно сдать клеща в лабораторию, либо обратиться за медицинской помощью, так как каждый второй клещ заразен. Она эффективна в первые трое суток после укуса. Наблюдается необычно большой рост пострадавших именно детей. На данный момент, в прошлые годы такой статистики не было. Количество детей составляло около 30% от общего числа. Сейчас это больше, чем 50%. На данный момент по Брестскому району зарегистрировано 16 случаев заболевания ламбрелиозом и один случай клещевого энцефалита. Стоит напомнить, что особую осторожность необходимо соблюдать при посещении лесов именно Каменецкого района, так как там высокая вероятность подцепить клеща, зараженного клещевым энцефалитом. Клещи, конечно, могут доставить хлопот, но больше неприятностей, чем блохи в доме, представить сложно. Как правило, их присутствие обозначается появлением укусов на коже. Они могут наградить человека опасными болезнями – тулеремией, сыпным тифом и даже чумой. Блохи предпочитают теплые, темные, влажные помещения, и подвалы идеально отвечают этим требованиям. Блоха паразитирует на теле животного и далее, после совершения укусов, спускается в подстилку домашних животных. Также обитает в ворсе ковров, в мягких игрушках, в обивке мягкой мебели, в бельевых и постельных принадлежностях. А после совершения укусов, нередко блохи прячутся в щелях за плентусами. Для того, чтобы определить наличие блох в своей квартире, можно использовать достаточно простой способ. Для этого необходимо расстелить белый лист бумаги на полу, и через некоторое время на нем появится темно-коричневое насекомое, сплющенное по бокам длиной до 5 мм, которые способны прыгать в высоту до 30 см. Основной способ борьбы с блохами – использование яда химикатов. Заказать обработку и приобрести специальные средства можно только в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии.